Острую социальную проблему, смертность населения, обсудили на очередном заседании правительства Ивановской области. Согласно опросу, вопросов, связанных с качеством оказания медпомощи в регионе, хватает. У нас качество здравоохранения вылезло в первую тройку проблем. Но я когда езжу по районам, тоже это вижу. Люди, конечно, недовольны качеством. Хотя у нас с вами все есть для того, чтобы у нас качество было одно из лучших. Все-таки у нас очень сильная традиция, сильная медицинская академия. Поэтому все в наших руках. В правительстве отмечают, в регионе сохраняется устойчивый тренд на повышение продолжительности жизни. В прошлом году средний показатель составил 71,5 года. Наблюдается ежегодное снижение показателя смертности населения. Однако он выше среднего по стране. Вчера вышло исследование Минздрава России. Мы там в последней пятерке с вами по смертности. В плохом смысле этого слова. То есть по результатам 2017 года. Финансирование сферы здравоохранения в текущем году превысит 13,8 миллиарда рублей. Что практически на треть больше, чем в прошлом году. Дополнительные средства направят на первоочередные мероприятия, призванные снизить смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые за пять последних лет из областного бюджета выделены средства в сумме 66,5 миллионов рублей на так называемую сверхбазовую высокотехнологичную медицинскую помощь. Это расширит спектр операций в направлениях сердечно-сосудистой и нейрохирургии, а также онкологии и травматологии. К примеру, скажу, что объемы ВМП по профилю сердечно-сосудистой хирургии будут увеличены на 20%, по профилю онкологии на 36%. По нашим подсчетам это 300 предотвращенных смертей. В числе факторов, приводящих к высокой смертности. Поздние выявления заболеваний из-за недостатка диагностического оборудования. В планах в этом году приобретение томографа для областной больницы, новых флюорографических аппаратов, мамографов, эндоскопического оборудования. И самое главное, в Кинишме появится ангиограф. Когда инсульт, инфаркт, у нас получился только ангиограф. До этого в области был в городе Иваново. И, конечно, с севера области вести человека в тяжелом состоянии – это дополнительные риски. У нас получится, что для Кинишемского района, Кинишма, Юревецкого и Завожского районов в два раза сократится время доставки. Безусловно, это приведет к спасенным человеческим жизням. В этом году уделят особое внимание доступности медпомощи в сельской местности. Особенно актуальна проблема для людей, которые проживают далеко от ФАПов и кабинета врача общей практики. Благодаря тем средствам, которые региону выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации, в этом году будет приобретен один мобильный ФАП на шасси высокой проходимости. Он будет обслуживать жителей деревень, расположенных в труднодоступных территориях. Также будут приобретены три модульных ФАПа, одна врачебная амбулатория. Модульные ФАПы расположены в населенных пунктах, удаленных от центральных районных больниц, более чем на 6 километров. Планируется, что благодаря этому медпомощь станет доступнее для 5000 сельских жителей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.